Здравствуйте! Благодарю вас, что заглянули на мой канал. В этом выпуске мы с вами сделаем распаковку, обзор материалов из магазина Тони Текс. Как правило, мои видеообзоры это не просто демонстрация какой-то вещи или, например, материала, а нечто большее. Я рассказываю о свойствах, о том, как лучше выбирать, на что обращать внимание и много другой полезной информации. Поэтому не переключайтесь, внимательно смотрите видео до конца. Я уверена, вы узнаете много нового. Тони Текс это интернет-магазин, в котором представлен, наверное, самый большой выбор трикотажных полотен. По крайней мере, с того, что я встречала. При этом удивительный и очень классный факт. Магазин специализируется на полотнах качества компакт пенье. То есть это трикотаж, произведенный из волокон премиального качества, самого высокого качества. Трикотаж качества компакт пенье не образует катышки. То есть он не пеленгуется, он более износостойкий, его поверхность гладкая, ровная, красивая. И изделие, сшитое из трикотажа качества компакт пенье, прослужит вам очень долго. При этом внешний вид одежды будет как новый, даже спустя множество стирок и носок. Я однажды делала заказ на сайте tonytex.ru. Это было больше года, возможно, два года назад. И я тогда заказала множество видов кулирки для того, чтобы сшить себе большую палитру базовых футболок из трикотажа. Так вот, эти футболки мне до сих пор служат. Они в идеальном качестве. На них ни одной катышки. Я стираю их практически после одной носки, поэтому с уверенностью могу сказать, что качество трикотажа в tonytex высокого уровня. И сразу же хочу вас обрадовать. Магазин tonytex дарит нам скидку в 10% на любой розничный заказ. Ссылку на магазин, а также промокод я обязательно укажу в описании к видео. И что важно, вы можете найти не только основной трикотаж для вашего изделия, но и к основному материалу подвяз. Тарибан, кашкарсе. Обратите внимание на свои футболки или лонгсливы, свитшоты, если у вас есть, как правило, манжеты, горловина, другие мелкие детали, карманы, входы в карман. Обтачки по низу. Пояса изготавливаются из другого материала, не из основного. Например, если вы шьете худи или свитшот, для этих мелких деталей используют, скажем так, компаньоны. Они эластичные, легко растягиваются и возвращают свою форму. Они мягкие, комфортные. Ну и, конечно, выглядят они очень эстетично. Они принимают ту форму, которая вам нужна, то есть они хорошо, плотно прилегают к телу. В то время как, если мы, к примеру, горловину будем обтачивать полоской из толстого плотного футера, то горловина не будет лежать аккуратно. Она будет немножко отходить от тела. Ну и в целом результат будет не совсем хорошим. Но в деле подбора рибана или кашкарсе подвяза возникает самая большая сложность. Это подобрать оттенок подвяза в тон основного материала. К примеру, вы хотите сшить свитшот из какого-то необычного цвета. И найти трикотаж для мелких деталей может оказаться тяжелой задачей. В Тоне Текс вы всегда найдете тот самый компаньон, который идеально подойдет по оттенку к основному материалу вашего изделия. Кстати, мне еще к заказу приложили огромное количество образцов в широчайшей палитре. Поэтому сейчас мы посмотрим мой заказ, а затем пройдемся по этим образцам. Думаю, вам тоже будет интересно. Итак, первое полотно. На сайте оно называлось необычно. Возможно, вы не встречали раньше такое. Называется оно «Ластик Ажур». Это трикотаж на 100% состоящий из хлопка. То есть он комфортный, гипоаллергенный, прекрасно дышит. И все положительные свойства, которым обладает хлопок. Но особенность его состоит в том, что этот трикотаж имеет действительно ажурный кружевной узор со сквозным орнаментом, со сквозным рисунком. По всему полотну располагаются цветы, которые выполнены более плотным переплетением. А пространство между цветами имеет красивые просветы. И создается настоящий эффект кружева. Трикотаж необыкновенно красивый. Изделие, даже простая футболка, сшитая из такого трикотажа, станет особенным, очень утонченным, изящным. Рисунок очень красивый. Ну и, конечно, поскольку это трикотаж, полотно хорошо растягивается, хорошо возвращает свою форму. Из этого ажурного трикотажа я хочу сшить пижаму. Мне кажется, для нее она идеально подойдет. Тем более, что состав на 100% натуральный. Кстати, на сайте tonitex.ru часто бывают скидки, иногда даже до 50%. К примеру, вот это полотно, когда я заказывала, было со скидкой в 10%. Ну и давайте пару слов о свойствах и характеристиках этого материала. Плотность ластика 200 грамм на метр. Это плотность средней футболки. Качество, как я уже сказала, как и все полотна на сайте Compact Pinhead, то есть высокого класса. И ширина этого полотна 150 сантиметров. Средняя, обычная, хорошая ширина. А еще на сайте каждому трикотажу указана не только цена за 1 метр, но также и цена при покупке от 5 метров, она становится значительно ниже. При покупке от 10 метров цена становится еще ниже. И если делать заказ от одного рулона, то, соответственно, цена становится еще ниже, но здесь можно уже обратиться к ним и получить прайс-лист для оптовых заказов. Кстати, что касается оптовых заказов, если у вас свое производство или магазин, или вы шьете трикотажные изделия на продажу, то обратите внимание именно на магазин TonyTex. Во-первых, потому что у них огромный ассортимент. Во-вторых, обработка заказа происходит очень быстро. С момента обращения до отправки уже вам заказа проходит примерно от одного дня. При этом заказ осуществляется достаточно быстро. Удобный для вас транспортной компанией. Просто я знаю, что некоторые магазины делают заказы материалов для пошивок коллекции в других странах. И, во-первых, доставка занимает большое количество времени. Иногда сроки могут неконтролируемо увеличиваться. Некоторые дожидаются поставок больше месяца. Все это огромный стресс. Поэтому, если это возможно, то делайте заказы на проверенных российских сайтах. На сайте был еще один вид ластика. Это тоже ластик ажур, но с рисунком ромбики. Цвет этого ластика называется серый меланж. То есть, это не полностью один тон серого цвета, а с небольшими мягкими нежными вкраплениями более светлого тона. Иногда меланж может быть пестрым, контрастным, но здесь он очень мягкий, деликатный и красивый. Полотно, конечно же, хорошо тянется, потому что это трикотаж. И состав здесь немножко отличается. Это на 50% хлопок и на 50% полиэстер. Хотя, по ощущениям, он практически не отличается от предыдущего вида ажура. Такой же приятный, такой же мягкий. Плотность этого ластика точно такая же, как и предыдущего. Молочного с цветами. 200 грамм на метр. Здесь сквозной рисунок имеют только ромбики, а пространство между ними ровное, плотное, без просветов. Из такого трикотажа можно сшить ту же самую пижаму, лонгсливы, футболки, водолазки, детскую одежду. Трикотаж в силу хлопкового состава и так будет комфортным, но я полагаю, что вот эти сквозные узоры будут добавлять еще больше комфорта, изделие будет лучше дышать. Кстати, вы часто спрашиваете у меня о декотировке трикотажа, то есть о том, как подготовить трикотаж к раскрою. Обычные материалы мы, как правило, декотируем паром, то есть проходим горячим утюгом с включенной функцией пара, либо, к примеру, замачиваем в прохладной воде, затем даем ткани высохнуть. И часто в комментариях вы пишите, что делать с трикотажем, нужно ли с ним обращаться как-то по-особенному. В целом, правила практически те же самые. Можно замачивать в воде, либо, если полотно достаточно большое, длинное, то я просто закидываю в стиральную машинку на режим полоскания при минимальной температуре в 30 градусов и раскладываю горизонтально на сушилку. Желательно еще под трикотаж положить, к примеру, полотенце. Иногда я делаю и без полотенца. Просто так влага быстрее впитывается. Если же отрез трикотажа маленький, то я часто просто декотирую паром. То есть я раскладываю полотно в один слой чаще всего на гладильную доску, включая утюг, включая функцию пара, и аккуратно, еле касаясь, прохожу по всей площади материала. То есть я ни в коем случае не вытягиваю, не надавливаю на трикотаж с утюгом, потому что волокна просто деформируются. Нужно быть очень аккуратным. И вот я продекотирую, то есть отпарю один участок, затем даю ему высохнуть полностью, то есть он не должен быть горячим или влажным. И только после того, как он полностью остынет, я перемещаю следующий участок и то же самое повторяю на новом, еще не декотированном участке. Мы подготавливаем трикотаж к раскрою, то есть декотируем его каким-либо способом, потому что трикотаж тоже может дать усадку. То есть, к примеру, вы купили метр трикотажа, а после декотировки длина трикотажного полотна может стать уже не один метр, а, к примеру, 95 сантиметров. То есть процент усадки трикотажа 5% в данном случае. Если пропустить этот этап, то вы, к примеру, сошьете изделие своего размера, затем постираете его, и окажется, что оно уже не вашего размера, а на два размера меньше. Чтобы не возникало таких ситуаций, декотировать трикотаж нужно. Каким способом выбирать вам, но, на мой взгляд, более эффективно, это все-таки прополоскать, замочить в воде и аккуратно дать высохнуть. Но если у вашего утюга или парогенератора высокая мощность, высокое давление пара, то в целом качественную декотировку можно сделать и с помощью утюга. Переходим к следующему отрезу, и это кулирка. Кулирка это тонкий вид трикотажа, из которого обычно шьет футболки, лонгсливы, платья-футболки, вообще летние костюмы, и не только летние, поскольку кулирка состоит из хлопка, в ней комфортно и летом, и зимой, в любую погоду. Эта кулирка в цвете мускатный орех на 92% состоит из хлопка и 8% эластана. Очень хорошее сочетание в процентном соотношении волокон, поскольку небольшой процент эластана в составе делает трикотажное полотно более износостойким, оно лучше растягивается и лучше возвращает свою форму. То есть эффекта вытянутых локтей и коленок быть не должно. Эта кулирка имеет плотность 200 грамм на метр квадрат, то есть это классическая и, на мой взгляд, оптимальная плотность для изделий типа футболок. Как раз для своей личной коллекции футболок я использовала вот такую кулирку плотностью 200 грамм на метр квадратный. Это трикотаж, который не просвечивает, но в то же время он достаточно тонкий и комфортный. Ширина этого полотна 180 сантиметров, то есть это на 30 сантиметров больше, чем два предыдущих. Кстати, что касается сминаемости, поскольку это трикотаж, сминаемость практически незаметна, но если в составе имеется эластан, то сминаемость вообще минимальная. Цвет мускатный орех оказался таким классическим, благородным бежевым цветом, который, я думаю, подойдет абсолютно всем. Теперь для сравнения с этой кулиркой я покажу вам еще один вид кулирки с чуть большей плотностью. Кулирная гладь в восхитительном оттенке, который называется снежная мята. На сайте есть фото этого трикотажа, но в жизни он оказался еще более фантастическим, нежным. Так вот, в чем особенность этой кулирной глади? Плотность кулирки в цвете мускатный орех была 200 грамм на метр квадратный, а здесь это 240 грамм на метр квадратный. Это не намного больше, но отличие в плотности уже ощутимо. Материал также очень легкий, тонкий, то есть не думайте, что кулирка по плотности уже превратилась в толстый футер. Нет, это та же кулирка, но уже чуть более плотная, то есть менее просвечивающая. Если вы обратите внимание на футболки, к примеру, в магазинах масс-маркета, то вы можете заметить, что футболки из премиальных коллекций, как правило, шьются вот примерно из такого, более плотного трикотажа, более плотной кулирки. Лично для себя я, скорее всего, в будущем буду выбирать кулирку примерно такой плотности. Она совершенно не просвечивает, поэтому если вы, к примеру, сошьете белую футболку, белье или граница с брюками, с юбкой, видна не будет. Состав этой кулирной глади 100% хлопок, то есть здесь нет эластановых волокон, и это немного ощущается. Но это не значит, что эта кулирка не растягивается. Она растягивается прекрасно, поскольку это трикотаж. Ну и ширина этой кулирки 180 см, большая, классная ширина. И, наверное, из него я сошью макси-платье лонгслив. Ну и, конечно, пишите в комментариях работу с каким материалом вы хотели бы увидеть в следующих видео. И с какого-нибудь трикотажа я сошью одежду и обязательно покажу вам процесс. Ну и давайте пробежимся по каталогу, по палитре. Помните, мы с вами говорили о подвязах, о трикотаже компаньоне для мелких деталей, для горловины, для манжет. Так вот, это рибанок. И посмотрите, какое огромное количество цветов. Вот еще на второй странице меланжевые оттенки, необычные припыленные пастельные оттенки. Все очень мягкие, комфортные. Супер красивые. Вот еще кашкарсе, который тоже используют в качестве компаньона. Эластичные, очень плотные. Смотрите, плотность здесь 400 грамм на метр квадратный. Вы уже примерно можете представить, сколько это. Трехниточный футер без начеса, но с петлей. Посмотрите, какая красивая петля с изнанки. Вот еще двухниточный футер, огромная палитра. При этом каждому цвету вы можете найти компаньон, то есть рибану, кашкарсе, подвяз. Не нужно искать в других магазинах все в одном месте. У меня на канале есть много видео, в которых я шила одежду именно из двухниточного футера. Это тоже футер, но уже трехниточный и с начесом. такой мягкий, нежный, пушистый. Тоже футер трехнитка с начесом. Такие необычные оттенки, которые редко встретишь. Еще футер трехнитка. Здесь уже не начес, а петля. Здесь необычные виды двухниточного футера с дизайном звезды. Звезда здесь полупрозрачная. Футер с принтом в полоску с напылением и петлей. Еще рибана и еще кашкарсе. Тоже очень классных необыкновенных оттенков. Трикотаж с люрексовыми нитями. Снизу кашкарсе. Футер трехнитка. Вот еще трехниточный футер. Он с петлей. Мне такая изнанка футера видится очень-очень эстетичной. Как вам кажется? Это тоже оттенки трехниточного футера с петлей. Если у вас магазин одежды или вы производите одежду, представляете, какой палитры у вас может быть коллекция. Это кулирка. Такая же кулирка, которая была у меня в оттенке мускатный орех. Вот кстати он. Здесь также кулирка. Очень нежная. вот ластик как у меня ажур цветы, ажур ромбики. Еще есть с ромбиками в темно-синем цвете. Кстати, на сайте есть даже микромодал. Вы может встречали его. Это супер-супер нежная кулирка. Она тонкая и очень шелковистая. Кулирка поплотнее с нежной мятой, как у меня. Есть еще в других оттенках кулирная гладь с полосками пикея, которую используют как правило в пошиве пола. что очень важно, смотрите здесь написано, что к каждому цвету есть воротник. Это супер. Вот такой необычный вид трикотажа. Он называется пикея жаккард. Есть в молочном цвете и бордовом. всеми любимая и до сих пор популярная лапша в разных оттенках. Тоже качество компакт пенье и хлопок, 100% хлопок. Вискозный трикотаж, тонкий и супер нежный. Необычный трикотаж, который называется слаб. И вот здесь качество воротника. Очень плотный, классный, классический воротник. Еще немного кулирки. Смотрите, сколько оттенков зеленых, переходящих в голубой. Кулирка еще не закончилась. Меланжевые оттенки кулирки. Постаралась не затягивать видео и показать вам все, что есть. Переходите на сайт, активную ссылку я оставлю внизу в описании к видео и выбирайте. Желаю всем хорошего дня. До встречи в следующих видео. Субтитры